Всем привет, я за рулём. Чтоб скучно было, с вами пораздавали. Что бы вам рассказать. Погода очень хорошая. Прямо улочки. Солнечко светит. Унос он такой свежий. Мы уже вот проезжаем, практически подъезжаем к Кемерово. Не знаю, как там дети решат. Сама я дальше еду ими. Машину там оставят. 24 километра осталось до Кемерово. Это вот как раз там, где гуси и кролики сидят. Прямо в черте города. Какой-то, не знаю, кафешка. Ресторанчик. И на затворках у них там путь. И мы пасут вот этих гусей. Гуси и кролики там сидят. И ребятишки-то часто у меня ездят в эту сторону. Пугают здесь. И они говорят, что эти кролики вообще как будто бы все время там сидят и с места не двигаются. А улицы хорошо. Входные прошли хорошо. И обратно. Скоро следующие выходные. Надо принять, наверное, работой немножко что-то. Хотя уже скоро лето, отпуск. Работы очень много. Нужно приготовить все отчеты. До момента, смотрите, распускается вербочка. До момента ухода в отпуск нужно сдать все отчеты. Вообще учителя это вот такая профессия, которая на данный момент ситуация такая, что у нас столько много бумаг, которые мы должны писать, заполнять. У нас бумажный журнал, электронный журнал. Это вот хорошо. Мои родители и мои дети, они практически со второго класса приучены, что если не знаешь задания, то можно посмотреть. Но опять же не всегда. Если в школе, например, нет интернета или сломался компьютер, то задания, конечно, не будут соответствовать. Но у нас договоренность с родителями, что все равно уточняем. Оценки по возможности, конечно, я все выставляю те, которые дети получают. И они уже привыкли, что если, например, в дневнике у нас оценок нету, либо они там забывают их ставить в ряд, кто хитрит, кто не хитрит, просто забывают ставить палипы, то родители и сами дети имеют возможность посмотреть эту оценку у себя в электронном журнале, что очень удобно. Дневнички можно проверять не так часто и смотреть на окопляемость оценок. С одной стороны, это все хорошо, но работы реально очень много. Это каждый день нужно заполнить и такой журнал, и электронный журнал. Уроком подготовиться, планы написать. Учителей начальных классов это не один предмет, а каждый день получается около четырех своих уроков. Пусть опять упали. Около четырех своих уроков, которые нужно провести, да? И к четырем урокам нужно приготовиться. Это и русский, и математика, и чтение, и окружающий мир, и технология, и изобразительное искусство. Но это помимо тех уроков, которые еще ведут специалисты у ребятишек. Конечно же, нагрузка на учителей огромная. Плюс, помимо того, что вы опять упали, простите, не предусмотрена и моя машина. Хотя в моей тоже не предусмотрена. В блогере я совсем недавно. Но уже даже недавно, с ребятишками, уже со своими аниме, давным-давно говорили, мама, начни заниматься. Я вообще ничего не понимала, что это такое, что они вообще от меня хотят. Пока не стал оформлять пенсию юготную. В нашем государстве нужно было родить ребенка, оставить его сразу дома, выйти на работу. Это раз. То есть год, то что я сидела в декретном отпуске с Ромой, он не засчитывается в стаж годный. И плюс не засчитывается в стаж годный, ой, но уже засчитывается в стаж годный курсы повышения квалификации. Каждые четыре года учитель должен повышать свою квалификацию. То есть он не курсы поваров проходит, а именно свою квалификацию повышает. То есть новые методы, новые технологии, новые педагогические приемы. Конечно же, это очень большой плюс для учителя, потому что это нужно делать. Ну и как бы это прописано в уставе, там не знаю в чем, в законе даже, не то что в уставе, в законе прописано, что мы должны проходить эти курсы повышения квалификации. А при выходе на пенсию, когда мы выходим с нас, все эти курсы повышения квалификации не хотят считать в стаж включать. И тогда нужно подавать в суд. То есть вот с 5 декабря 2018 года, по-хорошему, я должна была пойти на льготную пенсию. Ну на пенсию я сам, понятно, не пойду, просто будет пенсия, да, эти деньги. А мне насчитали еще этих курсов, и я судилась. Вот сегодня май, только 8 мая я пойду опять подавать заявление на то, чтобы мне начислили эту пенсию. Поэтому, конечно, ну сказали, вроде как все решилось, что пенсия у меня с 5 декабря уже будет идти, то есть начисления уже будут идти. и надеюсь, что выплатят все, что там с 5 декабря по момент наступления вот этого пенсионных вычислений, что все выплатится. Ну вот. Ну даже не в этом суть. Когда я пошла и мне пенсионный фонд говорит, что мы не можем вам платить, например, у меня наработано, там сейчас же по баллам все, у меня, например, наработано 1,5 балл, а государство наше может платить только 1,2. И вот у меня тогда возникает всегда, ну не всегда сейчас возник вопрос такой, подождите, а почему тогда с меня до сих пор пенсионные сносы берут? То есть по идее я сейчас плачу пенсионные сносы сама себе на пенсию, то есть я сама себе даю эту пенсию, да, и если у меня уже наработано 1,2 балла, государство не может платить больше, чем 1,2, то почему с меня снимают эти деньги? Вот это вот для меня вообще непонятная ситуация. И когда примерно стала спрашивать у девочек, коллег, в какой сумме это пенсия, и в пределах там этих 9 тысяч, я вообще не понимаю, как можно, как можно проработать всю жизнь, да, отчисления такие делать, ну там же не маленькие отчисления идут, и получать 9 тысяч, ну как-то вообще нереально, несовместимо, несовместимо, мне кажется, даже с элементарными, ну как прожить можно на 9 тысяч, я вот не понимаю, как можно прожить. Даже нужно заплатить за квартиру, ну считай сколько, ну не половину у нас, как бы сейчас квартира новая, и квартплата не очень большая. А девочки, коллеги, которые живут во вторичном жилье, то есть не новостройки дома, у них вот 5 тысяч квартплата, у меня небольшая квартира, у меня где-то около 2-2,5 зимой выходит, ну да, живут, да, 9 тысяч минус 2,5, я отдала за квартиру, у меня осталось, получается сколько, 7,5, да, 6,5. И как на эти 6,5 жить в месяц, я вообще не понимаю. Ну и вот решила все-таки я попробовать, ну нет, нет, пока это хобби, пока мне это нравится, я про блогерство, про ютуб. Посмотрим, может быть хоть какая-то копейка, пенсии там будет, еще в принципе, ну, есть возможность время, там, ну потому что, ну я не знаю, как можно в нашем государстве прожить на пенсию, я не понимаю этого. Как у вас совстоят дела с пенсией? Мне вот нравится, я подписанная, она подписана, да, Светлана, свет горгоны в Америке, девушка живет и всегда рассказывает, что работать нужно там, все такое прочее. Конечно, все работают, я тоже за то, что каждый человек должен уметь обеспечить себя. То есть я всегда работала, ни одного дня не сидела дома, школа, института и сразу работа. Ну, считаю, что должна быть какая-то достойная пенсия, не знаю там, ну не 9 же тысяч, это же вообще как-то смешно даже. И вот Свет горгоны, вот она говорит, Светлана, что каждый выбирает свой путь, я согласна с этим на 100%, то есть кто как хочет, кто так и живет. Кто-то хочет жить в нищете в этой, да, и просить там, подайте там 300 рублей или подайте там еще чего-нибудь. Ну, то есть каждый должен думать о том, как жить дальше, на что жить дальше. Ну, вот поэтому, в принципе, я занялась этим блогерством. Дорога прям такая красивая, показать вам немножко дороги. Сейчас разверну, немножко дороги покажу. Пальчишки едут впереди, Катюша. Вот уже все зеленеет, в принципе, вон уже почечки прям напухают. Уже скоро будет все зелено, красиво. А мы сейчас едем по Кемеровской области. Сейчас скоро будет город Кемерово. Не знаю, как там дальше, оставят дети машину в Кемерово, на которой я еду. В принципе, я нормально как-то себя чувствую. И знаю, что они решат. Смогли я доехать дальше на машине еще очень глубоко, конечно. Далеко. Вот до Кемерово. 33 километра нам осталось доехать. Вот здесь не особо, да, вот стип-стип. Мне очень нравится там, где начинается тайга и деревья, да, вот красиво. Особенно вот ехать в сторону Пиццы. Вот эти горы. Потом внести Красноярск. Ехать, да, тоже горы. Горы, тайга. Шикарно. Ну и здесь тоже все-то прям вот приятно. Думаю, здесь эти березки когда распустятся и веточки, да, зелененькие. Это же будет вообще красота. Вот пока еду, ой, мы упали, простите. Ну и вот ребятишки мне говорят, мама, надо тебе купить там телефон хороший. Как раз ты занялась всем этим, там, что еще, компьютер для видеомонтажа. Ну так думаю, что со временем, да. Ну в принципе, вот знаете, мне нравятся женщины, которые находят себе развлечения сами. Оставайтесь со мной. С вами была Ирина Викторовна. Подписывайтесь на мой канал. Я в очочках. Далеко плохо вижу. Близко хорошо вижу, далеко плохо вижу. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. Покажу еще что-нибудь интересное по дороге. Всем пока-пока. Всех уважаю, многих люблю. Пока.